Ну, уважаемые коллеги, значит, продолжаем работать. Об использовании суффикса коллективности хочу сказать, что такое решение имеется в этих языках вообще тогда, когда речь идет. О живых существах, а главным образом о людях. Я только мало примеров видел, когда такой суффикс был присоединен к названиям животных. В этой связи могу еще раз указать на прибалтийско-финские языки. Я писал на русском примере Лайла Квенева в польске. Эта же множественность используется в том случае, когда прибалтийско-финские языки творят так называемые копулятивные сложные слова. Так в эстонском языке. И сам отец, эма, мать, дэй, то же самое, как дэй в финском языке, значит, суффикс множественности. Живые существа, это здесь очень важно. И потом перейдем на склонение маэнсийских диалектов или на склонение обско-угорских языков. Здесь видим те падежные суффиксы, которые по всей вероятности существовали в обско-угорском языке основы. Как правило, именительный падеж был ноль. Винительный падеж имел суффикс эмне. Этот суффикс сохранился в маэнсийских диалектах, не во всех. В определенной форме суффикс существует в приватинско-финских языках, не только в самских диалектах, в мариинских диалектах, остатки, фонетические остатки. И в пермских языках венгерский язык потерял совсем этот суффикс. Но здесь еще очень важная проблема, что суффиксом винительного падежа в индо-германском языке основы был тоже... Спасибо. Спасибо. Хорошо. Если не было, не забуду. Да, да. Да. Значит, в индоевропейском языке основы тоже эмбел, суффиксом винительного падежа. Это один из тех свойств, из-за которых многие думают о том, что индоевропейские и уральские языки давним-давно формировали, родились из одного языка основы. Вероятно, услышали о том, что и другие языковые семьи были упомянуты в таких отношениях. Альтайские языки, семитские языки и другие. И был датский лингвист Педерзен, который в 1903-1904 году создал теорию на стратических языках. Вы знаете это название? Да. Хорошо. И русские лингвисты под руководством Ильича Свитыча писали даже и ностратические, этимологические слова. Мне кажется, что в этом словаре много фантастических утверждений. И что касается наших языков, финно-угорских языков, писатели этих этимологий не очень знали внутреннюю историю этих языков. То есть, по-моему, тот этимологический словарь не очень может помогать нам в исследовании древних языков мира. Это был винительный падеж. Дательный падеж был по всей вероятности обско-угорского языка основы. Но в маисийских диалектах и хантийских диалектах употребляются разные суффиксы. Таким образом, не можем сказать, который происходит из этого языка основы. В местном падеже имелось два суффикса – «т» и «н», может быть, с гласным. «Н» – один из древних уральских местных суффиксов, который имеется и в современных, в приватильских, в финских языках, в схамских диалектах, между прочим, и в венгерском языке. Другой местный суффикс был «т». Это свидетельствован наилучше только в угорских языках, прежде всего в мансийском и в венгерском языке. Позже видим, какие формы осуществляются в этом контексте. «Т» как местный суффикс, может быть, финно-угорского происхождения, в некоторых наречиях находится и в приватильско-финских языках, например, по всей вероятности, в финском. Теперь, если вспомним, в рестонском. Не очень вероятно, поэтому вообще говорим о том, что «т» как суффикс местного падежа угорского происхождения. Комитатива, как это по-русски? Комитатив, как по-русски? Тоже комитатив? Совместный. Совместный падеж. Комитатив, который родился в угорском языке основе, такие падежные формы существуют в современных венгерских диалектах, только в диалектах, в литературном языке. Таких уже нету, если не забуду, буду написать такие суффиксы на доску. Суффикс превратительного падежа, транслатива был «гамма». Тоже старый суффикс, который находится в разных наречиях и в других языках, и в обско-угорских, вообще в угорских языках. Значит, старый элемент не работает. А без сил или лишительный падеж, да? Лишительный по-русски. Без чего-нибудь. В этой форме «т» плюс долгий гласный, плюс «л» должен быть присутствовать в обско-угорском языке основе, и этот суффикс живет все еще в майсинских диалектах и в венгерском языке. Но в хантыйских диалектах суффикс имеет другой фонетический облик, а по возникновению этого хантыйского суффикса ничего не знаем, и, по крайней мере, я ничего не знаю. И потом, следующая степень. Падежные суффиксы древнемайсинского языка. Именительный падеж, конечно, нул. Винительный падеж имел «м» может быть с гласными, зависимо от гармонии гласных «мы» или «ма» с вольярным «э». Дательный падеж «н» и «н» плюс гласный, облатив, отложительный падеж «на» или «э» плюс «л» старого облатива. Это «л», но инструментальный, как по-русски? Творительный. Творительный падеж. Это, можно сказать, особый суффикс, который имеет, по крайней мере, два варианта «т», «т» плюс гласный, плюс «л». «л» употребляется нормально в абсолютной парадигме, другой вариант или другие варианты в притяжательной парадигме. Не знаю, как эта разница родилась. Транслатив опять «гамма». И посмотрим теперь, какие суффиксы существуют в современных диалектах. Здесь интересно, что старый винительный падеж «м» сохранился только на юге и на востоке в форме «м» и «м». Или в некоторых западных диалектах тоже встречается «л» на нижней лозве. А в перимском говоре его уже нету. Вместо этого употребляется иногда «н» плюс «э», но это первоначально суффикс бывшего аблатива, отложительного падежа. Отложительный падеж функционирует, может функционировать суффиксом объекта и в других диалектах, которые учились финскому языку, знают, что там суффиксом объекта имеются два падежные суффиксы. Один из них «та», «та» и другой «н», который родился из старого винительного суффикса. Если употребляется только в единственном числе, если употребляется этот суффикс, речь идет всегда о полном объекте. Например, «шлеб» — то же самое слово, как русский хлеб, германское заинтересование. Когда ты говоришь «сюан лейбан», значит, я кушаю весь штук хлеба. Если только в единственном числе, я кушаю из штук хлеба. Этот современный суффикс партитива был финноводорском языке основанным суффиксом сепаратива, один тип аблатива. Такое же употребление аблатива имеется в индейском языке, в старом виндейском языке. Такое употребление аблатива имеется в индейском языке, в индейском языке, в индейском языке, в индейском языке. Теперь говорит «сюан лейбан» из «хлеба». Значит, лику объясняется, почему в некоторых западных диалектах употребляется отложительный падеж в качестве винительного падежа. А в суффиксах латива-датива уже, можно сказать, я сказал что-нибудь. Локатив – местный падеж, это старый угорский падеж с элементом «т» плюс вокал иногда. Аблатив «нал-нал» исторически произошел из того же источника, как суффикс комитатива «нат-нет». Основа этого слова было первоначально имя существительное, значение близости чего-нибудь. Потом стал «послелогом», и «послелоги» очень часто развиваются в падежные суффиксы. Современный венгерский язык полен таких падежных суффиксов. В западных диалектах старый аблатив употребляется очень редко. В современности эти диалекты употребляют «послелог», «поал», «из». Вот видите даже эти примеры. И потом комитатив инструментал «л-т», сказав, когда употребляется «л» и когда «т», «тл» вообще в притяжательном парадигме, это последний суффикс. Ну вот, примеры в абсолютной парадигме «лодка», «кипл», «хапл», «крыпл» и так далее. А лошадь, мой лошадь, «лоу-вент» с моей лошадью, «ломтел», «лумтел» и так далее, «логайтел» с двумя лошадями. В двойственном и множественном числе абсолютной парадигмы тоже употребляет часто суффик с согласным «т». Транслатив уже знаем, здесь несколько примеров. Притяжательная парадигма. В обско-угольском языке было три числа, конечно, единственное, дойственное и множественное. Суффиксы уже знаем. В древнем ансийском языке есть обновление. Множественность обладаемого «ан-эн», значит, долгий, властный, плюс «эн-эн». Сам суффикс этой функции, можно сказать, обновление ансийского языка, но в действительности это тоже старый суффикс, который известен в определенных формах в финском языке, исторически, по крайней мере, и в некоторых других финно-угорских диалектах тоже. Фонетически сравнительно много изменились эти суффиксы, значит, падежные суффиксы и посессивные суффиксы. Слава Богу, только облик единственного числа ничего не изменился. Нуль остался нулем. Двойственное число исчезло из южного диалекта, а он сохранился фонетически совсем хорошо на севере, например, в сосынском языке «гамма». В других диалектах, восточных и западных, «гамма» стал долгим гласным вместе с предыдущим гласным. И это часто реализуется как дифтонг. Суффикс множественности обладаемого сохранил везде свой согласный, только гласный элемент мог извиниться больше или меньше, вообще немного. Ясна ли эта картина суффиксов? Хорошо, можем продолжать. Возьмем личное местоимение. Это очень трудный вопрос, потому что и в диалектах, в единственных диалектах, в одних диалектах, очень много колебаний этих форм. Вообще только именительный падеж является сравнительно архаичным. Другие изменяются много. Здесь видим только именительные падежные формы. Два интересных дела. Первое, что личное местоимение первого лица, единственного числа, начинается с гласным. А в других финно-угорских и уральских языках первый элемент этого личного местоимения – «эммэ». Как, например, в восточно-хантейском «мэмэн», в финском «мэнэ». Здесь есть совпадение между венгерским и мансийским. В мансийском «мэммэн» и в венгерском «эммэн». Значит, это тоже такой контакт этих двух языков, который связывает венгерский и мансийский. И вчера в семинаре говорил о том, что, может быть, мансийский стоит немножечко ближе к венгерскому, чем гантыйский. Одна из причин именно это явление. Здесь идет речь по всей вероятности об общем обновлении венгерского, провенгерского, древне-древне-венгерского и древне-древне-мансийского языка после того, что наши предки начали покидать предки обских угрозов. Другая особенность мансийских личных местоимений, в то же время и хантыйских, что начальный элемент вторых лиц во всех трех числах «эммэ». В венгерском языке и в других финно-угорских языках здесь мы видим начальный «тэй». имена под русском языке «тэй». В финском языке «тэй». Но «эс» произошел из «тэй». 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 Потому что ввечем группа «пиль něсскей» древне финском «ативomet itu» «финском языке». ve « tram Но Т вернется в склонение, где основа Пяте. Почему имеем Н в обско-угорских языках во вторых лицах? Объяснение сравнительно сложное. Многие финогроведы писали уже об этой проблеме. Я здесь не могу вам объяснять, потому что действительно это очень долгая история. Но в материале, который вы получаете от этого университета в форме дискета, найдете и те мои статьи, в которых пишу об этом, на читаемых языках, не по-ингвески, не по-фински, а по-немецки вы найдете в листке литературы, о которой в статьях идет речь. И я могу утверждать, что я нашел решение. Может быть, ошибаюсь, но не верю. Как видим в этой таблице, личные местоимения в разных диалектах очень похожи, за исключением южного диалекта Тавдинского, где двойственное число исчезло и в системе личных местоимений. И вот склонение. Я могу только повторять, что в диалектах очень много колебаний, очень много вариантов. Причина может быть, между прочим, то, что говорящие на этих языках жили в маленьких населенных пунктах, где легко родились говорные различия и различия даже между поколениями, фонетические варианты в реализации долготы гласных, очень часто индивидуальны. Ну вот. Посмотрим, например, суффикс аблатива. Две формы имеем в южном диалекте, три в восточном. Это абсолютно отсутствует на западе, где употребляется сегодня послалок. И на севере имеем дело с двумя вариантами аблативного суффикса. Ещё одно важное дело. В винительном падеже вообще употребляется м, этот старый винительный суффикс, суффикс, который сохранился наилучше на юге и частично на востоке. Но в личных местоимениях употребление этого винительного суффикса не обязательно, можно сказать, употребляется добровольно. это тоже мансийско-венгерское явление. У нас тоже возможно сказать например имя востоке, 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 лицах можно появляться появляться эта альтернация. В мансийском языке даже и в третьих лицах что пенгерском языке запрещено. Значит имеются общие черты, очень похожие с маленькими исключениями. Парадигма личных местоимений, где вовсе сохраняется парадигма, отличается во многом от парадигмы существительных. Имеются разные суффиксы, может быть разные грамматические числа и богатство форм большее, чем у существительных. я здесь собирал все возможные диалектные формы, которые я нашел. Если в будущем хотите заниматься именно этими вопросами, это является очень хорошим начальным пунктом. Но конечно надо продолжать собрание данных, потому что это не полный запас. Я упомянул, что фонологическая система реализации количества всегда зависит от окрестностей. Если долгий гласный находится в закрытом слоге, может быть более кратким. Если краткий гласный находится в открытом слоге, может быть более долгим. Но это не закон. Здесь именно видим кандинские формы. нам не больше может быть неравного внимания. Я не могу открыть никаких правил, когда которая форма появляется. Это тоже может быть вашей задачей. Первое лицо, множественное число, оно инклюзивное или эксклюзивное? Хороший вопрос. Эту проблематику не очень исследовали в наших языках. Может быть, в венгерском языке есть такие параллели. В основном эти формы неэкстральные. Значит, зависит от конструктора, в которой категории мы можем причислять. Это тоже может быть вашей задачей в будущем, если найдете хороший информатор. Вот. Это мой ответ, что неответственно в основном. Еще одно дело фонетическое. Первый элемент третьих лиц во всех числах. Тэ. В этом личном местоимении был тоже в начале слово эс, который стал тэта и потом тэй в мансийском языке и в венгерском языке нуль. Поэтому он, она, оно в венгерском языке. И здесь гласно долгое, потому что тот элемент, который здесь в францисском языке был, в венгерском языке, который был, в венгерском языке, в венгерском языке. Иногда соответствия неодносмысленны для нелингвистов, но эти лишние местоимения трех угорских языков абсолютно родственны друг с другом. Очень длинный листок глаголы. Переходность, непереходность. Эти существуют, конечно, и в этих языках. Особенно важно с той точки зрения, что во всех угорских языках имеются два спряжения с точки зрения определенности и неопределенности объекта. Значит, мы имеем субъектное спряжение и объектное спряжение. Нормально только переходные глаголы могут спряжаться в объектном спряжении. Есть нечередующиеся основы и чередующиеся. Не чередуют глаголы «бытие» и «идти», «эл», 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 «ал», «идти», «мин», 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 «мин». Все эти очень старые элементы угорской лексики, которые имеют соответствие и в ленгерском языке, частично и в других финно-угорских языках, «идти», например, в финском языке «менна». В моем языке «менни», здесь «мин», 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 в хантинском языке «мен», значит, и фонетический облик почти совсем тот же самый, по крайней мере, в угорских языках. Глагол «убить» здесь упомянут в группе нечередующихся основ, которые исторически правильно, но в основном в восточных и западных диалектах может этот гласный меняться количественно, зависимо от качества слога. В закрытом слове выступает вообще краткий гласный, в открытых слогах долгий гласный, но не всегда, например, в глаголе «идти» и останется всегда кратким гласным. Среди чередующих основ имеются такие, в которых чередуется консонантизм или консонантизм вместе с гласным, в других случаях изменяется только один из элементов вообще гласный. Первый глагол – это «стоять». В парадигме южного диалекта «тонь-стош». Если присоединяется к основе суффикс с начальным согласным, тогда «энье» выпадает и гласный будет кратким. «Тож». Мы тут видим в деривационной форме «тож». «Постоять». В других диалектах очень похожая ситуация, но не то же самое. в глаголе «делать» «вер», «вер» и так далее, в большинстве диалектов есть чередование количества. Единственный диалект, где такого нету, это «северный». В этом отношении северные диалекты говори можно сказать «консеквенты». И теперь одна особая группа глаголов в обско-угольских языках. В некоторых глагольных основах есть и корневой гласный, который в определенных формах присутствует, в других выпадает. Такой, например, «кол», «кала», старая финно-угольская форма. В финно-угольском языке основы была вариация «кол», «кала» и в древнем альсийском «кал», «кала», и видим здесь чередование гласного в южном альсийском диалекте, он умрет или постепенно умирает, «кала», с долгим «а», «кала», где имеется этот корневой гласный, долгий гласный, гласный первого слога уже краткий, умер. Подобное явление видимо и в хантейских диалектах, но чередование там явно связано с категорией спряжения. Так, в одном прошедшем времени появляется всегда долгий гласный первого слова «калахан» и «калахан» умер, а в настоящем времени всегда короткий, краткий гласный и корневой гласный «а». «Калахан» умрет. В другом прошедшем времени, именно как в Табдинском гове романсийского языка, «калахан» умер. Это колебание или чередование имеется только на востоке хантыльского языка, значит, в аховасюганском и сургутском диалектах. Здесь видим и другие такие глаголы с тематической основой. Этот термин происходит из эндогерманистики. Там говорят о тематических корнях. В основном идет речь только о корневом гласном. В этом отношении имеет только почти лишнюю функцию это название. Но таким образом можем держать отдельно от других глаголов эту группу. здесь видим везде древние обсту угорские, древние мансийские, древние антейские формы уже без примеров современных диалектов. такие примеры видим только у двух первых глаголов. да, этот а, тематический гласный, вторично, может быть, вторично появляется в мансийских диалектах в прошедшем времени у глагола «мин» идти, ходить, в штавянском говоре «миньи идет, будет идти», а в прошедшем времени «миняясь», шел. В других средних диалектах, значит, восточных и в части западных здесь появляется только краткий гласный и редисторованное «клн минасом минас» в одном из западных диалектов обе вариации возможны, «минес», как тематический гласный, и без всякого гласного «минес», в третьем лицо «минес». А на севере виден этот квази-тематический гласный в некоторых глаголах, так, в глаголе «идти» со своим «мини» идёт, «минес» шёл, а в других говорах, возможно, и форма «минес». В этом глаголе, в фантийском языке нет такого корневого гласного, поэтому стоит под вопросом, эта категория была ли более общая раньше, например, в период обско-угорского языка основа или нет. другая интересная особая группа обско-угорских или угорских глаголов. Эту группу я назвал глаголами с инстабильной основой. Эта группа, этот тип характерен только и исключительно для угорских языков. большинство, которые в этой группе очень древние глаголы. Есть некоторые очень малые, более новые тоже. Один из таких глаголов есть «кушать», «есть». В фантийском языке три варианта корня «ти», 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 «р», «тай». И в современных языках, знаете, видите, такие формы. В фантийском языке тот же глагол был «тфы», «тфы», «тфы». И в современных формах видим те же корни. В венгерском языке тоже. «Кушать» – «есик», корень «э», «эс», «эв». Разные формы. «Этам я кушал», «Эсам я кушаю», «Эвет он кушал». Которые уже видели венгерские тексты, могут думать, что здесь это «э» с двумя точками, чужое дело в венгерской форме. В современном языке, к сожалению, не обозначается «э» открытое и «э» закрытое. Открытое нижнего подъема языка, закрытое среднего подъема. Но раньше, примерно 200 лет назад, в некоторых традициях было это двояко обозначено, но большинство венгров произносят это все еще. И с точки зрения истории языка, очень важная эта разница. В моем родном диалекте тоже есть, значит, для меня абсолютно естественно пользоваться этой фонемией. Этот глагол «кушать» старый имеется и в прибалтийско-финских языках. Следующий такой глагол «брать-носить», видите, все три формы и соответствия на западе финно-угорско-языковой семьи, значит, финский «ви», эстонский «ви», самский «вика-вика». Но в этих языках, значит, в западных финно-угорских языках нет такого чередования корней, как в угорских языках. В некоторых случаях эти глаголы с инстабильным корнем перешли в группу нормальных глаголов. Это случилось с глаголом «притти», «стать чем-либо». В облако-угорских языках все еще три корня «и», «ева», «яй», а в ингерском языке только «йон» и «ёю». Следующий глагол тоже очень старая форма. Мы в облако-угорских языках в финском «мю», «мю», «да», «дать», «продавать», «продать». Видеть, бросать, видеть, смотреть, приносить, приносить, продиться. Чередование гласных очень распространено в облако-угорских языках и особенно в фантийском языке. Может быть, почти 20 типов чередований гласных в фантийских диалектах. Здесь упомянуты некоторые чередования могут появляться в притяжательном парадигме существительных и в сврежении. Если гласник первого слога нижнего подъема «а» или «а», в некоторых формах вместо этого «а», «э» появляется «у» или «и». Здесь, как видим, «кат», «дом», «катам», «мой дом» или «кутам». Значит, альтернативные формы. А в сургутских диалектах это более консекрентно. Здесь у меня, к сожалению, ошибка. Вместо «кутам». Я сказал, что есть и в этом варианте некоторые опечатки. Извиняюсь, но я ничего не мог делать, только несколько дней тому назад, еще куда-то, что я заметил эти ошибки. Уже не мог их исправлять. Причина этого чередования диссимиляция в основном в форме «катам», «мой дом». В обоих слогах «а» полное нижнего подъема и элемент первого слога стал более кратким, потому что верхнего подъема. И в то же время суффикс, посессивного суффикса стал еще более кратким, значит, квази-редуцированным гласным. Но параллельно могут они существовать. Другое слово – это «эмп», «собака», старое егорское слово. Моя собака вообще импом, но есть и в форме «эмпом». И наша собака импом с лабиализированным «гамма». Есть общее правило, которое говорит, когда какой гласный стоит в притяжательном суффиксе. Если гласный первого слога нижнего или среднего подъема, вообще и суффикс притяжательного суффикса будет гласным нижнего подъема. В последних случаях чередования гласного первого слога не будет. И гласный притяжательного суффикса тоже сохраняется. Если смотрим на формы трем-юганских притяжательных суффиксов второго лица единственного числа, то отсутствует «эн», значит, это правильно так, «кута», без «эн». И в других словах «вэйлэм» – мой олень, а твой олень «вэйлэн». В юганском «вэйлэн» там есть «эн». Или «ритлодка», «рита» – твоя лодка, без «эн», но в пимском диалекте имеется и «рита». «Рита» – здесь тоже я ошибка. «Рита» и «ритлодка» Причину того, почему здесь «эн» в сургутских диалектах более-менее исчез, не знаем. Но сравнительно хорошо известно, что «эн» в конце слова часто исчезает в языках. Так, например, у нас два суфиса «бонден», «шифискина сила» и «опе» и «латева» в разговорной речи «ну подушка, так стипсинда» «баба» «а хázба» «мегек» «я идуш домхázба» «а хázбан» «wаггoyoyoyoyoyoyoyoy»» «ну разговарнули речи «а хázба» «мегеoyoyoyoyoyoyoyoyoy» «a хázба» «wагойой» Мы видим и в пербских языках, в истории эстонского языка, где, например, н, суффикс винительного падежа, и родительного падежа, стал ныр. Значит, н в абсолютном конце слова может исчезать без особенных причин. Продолжение следует... Значит, не только в парадигме могут чередоваться гласные, но и в деривационных словоформах. Так, например, кушать в восточных диалектах. Ли, лиха, окормить, лават, хли, хлил, хлапат, и так дальше, и так дальше. Такое деривационное чередование есть и у существительных. Есть такие параллельные слова, как тин, цена, вообще, и тян, тан, колым. Вы знаете, что такое колым, да? Да? Окей. По-моему, это тяжкое слово в русском языке. Приданное. Спасибо. Другие примеры. Сновидение. Улом, ухлом. И сон. В некоторых диалектах. Ахлом, отлом. Значит, с другим гласным. Наперсток и палец. И лед и вода. По всей вероятности они происходят из того же корня. Йенг, янг, лед. Йенг, янг, вода. Поддержная система. Попробую быстрее. Софикс латива датива в основном А и Э. Если корень, основа, существительного окончался на согласный, в том случае такой промежуточный элемент Э. И. То есть Э. Местный падеж, старый, финно-угорский или уральский, морфема, которая имеется во многих финно-угорских языках. Облатив О плюс гамма или Э плюс гамма, зависимо от гармонии гласных. Инструмента комитатива, об этом уже и говорю, угорская форма, которая находится и в мансийских диалектах, и в некоторых венгерских диалектах. Притяжательные суффиксы. В основном знаем эти уже хорошо. Обско-угорская колонна с реконструкциями и древне-мансийские, древне-гантыйские формы очень похожие. Здесь настоящее обновление найдем в колонне древне-мансийского языка, где аннел-энел не имеет тот старый т, который находится в третьих лицах и притяжательных суффиксов, впрочем, и в личных местоимениях. Суффиксы чисел три, конечно, суффиксом двойственного числа был гамма, суффикс множественного числа в притяжательной парадигме не можем реконструировать, потому что это совсем разные в двух обско-угорских языках. Порядок парадигма чиселских суффиксов существительных. Те, которые знают более-менее прибалтийско-финские языки, марийские и пербские языки, знают, что порядок этих элементов не совпадают во всех языках. Границы этого двоякого явления прибалтийско-финские языки и угорские языки. Здесь написано. В угорских языках видим всегда притяжательный суффикс плюс падежный суффикс пxcx, н-х, то есть суффикс числа останется всегда на своем месте. Примеры в фантийском языке amp, lam, net с моими собаками. Amp собака, l множественное число обладаемого n притяжательный суффикс net падежный суффикс. Подобно и в майсинском и в венгерском языках. Но порядок этих суффиксов иначе в прибалтийско-финских языках, где ци-икс, падежный суффикс, стоит первым, и потом притяжательный суффикс. Так, например, в финском языке говорят, как сейчас они в моих руках, попробую переводить дословно, руки в мой май вингерском языке в руке рука майя в есть языки, это марийские и пермские, где употребляются оба порядка. Здесь видите параллельные формы марийского языка. Муна яйцо, муна жо, его яйцо, муна жем, венецийный падеж, м, суффикс венецийного падежа, это угорский порядок, и потом муна жо, ж, в его яйце, ште, суффикс, инесива, ж, притяжательный суффикс, это уже финский порядок. И есть один падеж, где в марийском языке возможны обе формы, муна жем, угорский порядок, муна ж тоже, финский порядок, в других случаях, либо финский, либо угорский употребляется. Это двойное явление вероятно существовало уже в уральском или финно-угорском языке основы. Падежный суффикс, притяжательный суффикс был в адвербиальных, то есть обстоятельственных падежах, это финский порядок, и в грамматических падежах был угорский порядок. Знаете разницу между адвербиальных падежами и грамматическими? Адвербиальные выражают вообще внешние отношения находиться где-то, идти куда-то, а грамматические падежи выражают исключительно грамматические отношения кого-нибудь, родительный падеж, объектный падеж и дательный падеж может и адвербиальный, и грамматический зависит от системы в целом. Профессор, можно задать вопрос? Правильно я понимаю, что в результате в марийском и пермских языках финно-прибалтские и угорские порядки, они распределены по парадигме в каких-то падежах возможно положение соответствующее угорскому порядку, а в каком-то положении соответствующем? Марк, говори четче, четче говори и очередно-раздельно. Да, хорошо. Правильно ли я понимаю, что в марийском и уральском, пардон, пермских языках нет свободного варьирования между тем, где стоит показатель принадлежности, а где показатель падежа, на каком месте, а в каких-то конкретных случаях вначале идет показатель падежа, а потом показатель принадлежности, а в других падежах ровно обратная ситуация? Или же все-таки эта разница между угорским порядком и финно-прибалтским в марийском и пермских языках является простой и свободной вариацией? У меня больше не подним вашего вопроса. В некоторых случаях можно и так, и так, если я вспомню хорошо, я нашел специальную литературу, то в других падежах употребляется либо финский порядок, либо угорский. порядок. если я не ошибаюсь, в одном из пермских языков есть тоже один падеж, где разрешаются оба вариации, но в основном другу либо угорский, либо финский. и самый западный финно-угорский язык употребляется исключительно финский порядок, то есть и приватеско-финский язык и самский, и угорский язык совершали только единственный тип, и другие средние и угорские языки сохранены. Оба типа. по-моему вы наверное не слышали ответ, да? В общем ответ такой, что действительно из три разных ситуации по только одному падежу и в пермских и марийском языке, в которых можно сказать и так и так, это будет без разницы, а во всех остальных элементах парадигмы можно в одной половине парадигмы сказать только в начале суффиксом обладания, а потом показателем падежа, а во второй половине парадигмы ровно наоборот, и это две не пересекающиеся подсистемы, и только один падеж является исключением, где свободно варьируется это дело. Финограды долго считались тем, что финский порядок был первоначальный, язык основы, почему? Потому что в истории гласных, значит, вокализма риболитинско-финский язык может быть сравнительно аргейчен, поэтому думали, что и в других секторах языках может финский язык, особенно финский язык, представлять старое состояние, но все ремни и археичность финского языка может быть в области вокализма это правильно, может быть. В других областях языка нет. Так, консонантизм стал очень-очень простым по сравнению, например, с пермским языком, даже венгерский консонантизм более богатый, чем при бальтийско-финске, и это вторичное состояние при бальтийско-финском языке. Было ясно, что попробовал объяснять? Спасибо. Еще несколько слов бегаю. после логии это типичная категория уральских языков. Очень много находится и в обско-угорских языках. Они могут получать, конечно, притяжательные суффиксы, как во всех родственных языках. Тематические глаголы парадигма выражения неочевидного действия это тоже очень хорошо известное явление во многих языках, между прочим и в тюркских языках. В обско-угорских языках с этой целью используется причастие, причастие настоящего и причастие прошедшего времени. И с помощью этих суффиксов родились новые спряжения. Впрочем, многие языки употребляют суффиксы причастия в качестве выражения времени. Так, русский язык, который потерял свои первоначальные прошедшие времена, и теперь потерял, читал, писал, это первоначально суффикс причастия. Здесь в библиотеке тоже видно читальный зал, происходит от той же формы. И в современном венгерском языке «лату, тмент», с согласным «т», это тоже причастие прошедшего времени. если говорю... Мальчик читал, мальчик читал, мили, аз олажот кэнг, прочитанная книга, форма то же самое. Ага. В обоих языках есть актив и пассив, значит, действительный залог и страдательный залог. имеются и глагольные приставки. Эта категория существует главным образом в угорских языках. Вторичным явлением находится и в эстонском, но под влиянием немецкого языка, нижненемецкого диалекта и развивался эта категория и в сейкубском языке, но только угорские языки имеют эту категорию, общую первоначальную категорию. Особенность обско-угорского страдательного залога, что непереходные глаголы могут сприжаться страдательно, здесь некоторые примеры, в восточном мансийском диалекте хонтен еват, хонт армия или враг, ев придет, ев страдательная форма глагола идти, и значит враг переводит к нам, если я попробую дословно переводить на русский, будет такое нонсенс предложение, мы врагом пригождены, или в северном диалекте, кол авим, ёхтав, кол дом, авим, мой дверь, значит, кол авим, дверь моего дома, ёхтав, кто-нибудь пригодит к двери моего дома, кем-нибудь дверь моего дома пригождена, по-русски нонсенс, по-венгерски, абсолютно нонсенс, но подобное явление находим в немецком языке, танцем, танцевать, неперегодный глагол, эсвирт гэ танц, танцуют, люди танцуют. Не хочу перечислять все, эргативное предложение, эргативности часто встречается в сибирских языках, в нашей языковой семье, только в хантыском языке, в основном в восточно-ханты диалектах. Может быть, эта категория возникла под влиянием соседних палеосибирских языков, может быть, не знаю. в каких временах появляется эргатив? Времена как? В каких временах? Это сплит эргативи? темпусы? Темпусы? Темпусы. Темпусы. Ага. Но эргативность в хантыском языке не обозначает специальное спряжение, то это то, что глагол в действительном залоге может быть в объектном или субъектном спряжении и другие части речи показывает о какой структуре и предложении идет речь. Мормально то действует где-то агент стоит в именительном падеже и пациент вообще в именительном падеже. но в эргативном предложении пациент будет носить такой падежный суффикс, который употребляется в пассивных предложениях для обозначения агентса, но в эргативном предложении глагол останется действительным залогом. дословно не могу переводить такие конструкции ни на свой родной язык, ни на ваш язык. интересно, что эта структура находим в первую очередь в ахово-сюганском диалекте, немножко меньше в суффруцком диалекте. Два-три примера есть на юге, которого уже нету, и если я не ошибаюсь, в северных хантыйских диалекте, я не нашел ни одного примера, но может и есть, а в мансийском языке совсем нет, в своем родном языке нет. Значит, это обновление хантыйского, восточно-хантыйского языка. Другой вопрос. Я хотела узнать, в каких временах появляется эргативность, то есть, иногда же бывает сплит эргативность, то есть, например, только в прошедшем времени, в некоторых языках, независимо от времени. Очень сложный вопрос. Иду к временам. где-то. Теперь не найду. На, заняли. пример находится в другой лекции, я уже знаю, которая, может быть, завтра будет в программе. В восточно-хантыйских диалектах три или четыре прошедших времени, в сургутском может быть только два, а во всех других только одно прошедшее время, но с точки зрения истории языка все эти очень важные и интересные. Хантыйский язык единственный угорский язык, который сохранил оба древних прошедших времени, венгерский потерял, мансийский язык тоже потерял, и таким образом антейский диалект показывает очень пестрые картины в этом отношении, но завтра и после буду подробно более подробно говорить. Я боюсь того, что мы должны закончить. Могли ли вы что-нибудь взять из этого текста, понимать что-нибудь? Да? и потом надеюсь получите и весь материал на CD и DVD можете прочитать, но не забудьте пожалуйста, что там есть опечатки, как уже я показал. Общий совет вам всегда стоит проверять все данные, совсем независимо от того, от кого данные происходят. Каждый человек делает ошибки, конечно. Знаете, очень хорошо и я это практикую очень прилежно. Спасибо вам.